Бесконечно казалась афганская война, забравшая жизни сотен сыновей Беларуси, искалечившая судьбы родных и близких. Но и ей пришел конец. Оставлено десятилетие боли утраты, осознание бесценности человеческой жизни, трепетное отношение к сохранению памяти о своих героях. Имя Валерия Хована вписано золотыми буквами в историю средней школы номер 13 города Бреста. Память о нем пощтили в этом году сотрудники предприятия «Берестейский пекарь». Сын своей земли, герой своей страны, бессмертный подвиг Валерия Хована служит ярким примером безграничной любви к людям. В далеком 1987 году на чужой земле Афганистана он, не раздумывая, отдал свою жизнь, спасая товарища. Все важные моменты, его совсем короткая биография зафиксированы в музее средней школы номер 13, экскурсию по которому проводят школьники. Родился Валерий Иванович Хован 24 февраля 1964 года в городе Бресте. Таким вы видите первоклассника Валеру, а таким он окончил школу в 1981 году. С детства мечтал стать кадром-офицером. И для исполнения своей мечты упорно занимался спортом и изучал язык военного дела на уроках МВП, начальной военной подготовки. Среди тех, кто пришел почтить память Валерия Хована и воин-интернационалист Николай Шиш. Он рассказывает собравшимся об афганской войне, а в горле ком неудивительно. Ведь люди, прошедшие крещение войной, другими глазами смотрят на мир и на ценности. У них особый вкус жизни, у них особое понимание важности подвига солдата. И сердце болит от воспоминаний. Болит очень даже. Это не можно все передать, что я видел и что я прошел. Я весь Афганистан исключил на колесах. Я возил грузы, я возил продукты, я возил снаряды. Я все это за два года, которые я сделал в 42 рейса в Термес. Я хочу сказать, нас никто не спрашивал. Я выполнял интернациональный долг. Я защищал свою родину, которой я гордился именно Советским Союзом. Я не сказал, что я не пойду или я с труси убежал. Я не убежал. Я пошел защищать свою родину, Советский Союз. Война – это проверка человека. Проверка его личных качеств. Тут обмануть нельзя. Это или ты враг, или ты друг. А враги бывают не только среди тех, в кого стреляют. Но это бывают люди слабовольные, которые не выдерживают испытаний, на которых нельзя положиться. К счастью, у нас таких почти не было. Все дальше уходят от нас военные события того времени. Только сейчас, спустя годы, глубина осознания всего ужаса, который пришлось пережить молодым бойцам, выполняющим свой долг, заставляет нас не забывать о ратных подвигах, недолюбивших, недоживших, не вернувшихся с той войны. Потрясающе. Я откровенно скажу, я уже говорил в приветственном слове, что об истории Великой Отечественной войны, мы со школы, о Первой мировой всех, мы, наверное, больше знаем о войне 1812 года французов. А вот об этой войне, ну, не знаю, как-то. Этот музей, я говорю, огромное хочу слова благодарности сказать всем тем людям, которые сделали это. И это очень правильно. И сегодня для меня, говорю, это такое открытие. Лариса Осмолович, Александр Воронин, Юрий Лемонтович. Новости Бреста.